МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нашей передачи личность поистине историческая, потому что это ни много ни мало один из авторов Российской Конституции Виктор Леонидович Шенис. Виктор Леонидович, здрасте, дорогой! Добрый день! Рад вас видеть! Взаимно, взаимно! Мы очень рады! Очень! Виктор Леонидович Шенис – человек интеллигентный и скромный. О своих заслугах перед Родиной не распространяется, они ведь действительно поистине исторические. В 1957 году, будучи 26-летним аспирантом, Виктор Шенис выступил против советского вооруженного вторжения и подавления в крови национально-освободительного восстания в Венгрии. Он написал статью «Правда о Венгрии», которая, конечно, напечатана была лишь в нескольких экземплярах напишущей машинки. В 1957 году тогда еще не было ни сам издаты, ни правозащитного движения, были только такие вот честные, совестливые одиночки, как Шенис, которые не могли молчать при виде несправедливости и произвола. Его исключили из аспирантуры, из комсомола, и последующие шесть лет, вплоть до 1964 года, он проработал расточником на Кировском заводе в Ленинграде. И только после этого вернулся к научной и преподавательской деятельности. Политикой занялся в годы перестройки. При его энергичном участии в 1989 году Андрею Дмитриевичу Сахарову удалось стать народным депутатом СССР и в первый, и в последний раз в жизни получить всенародную трибуну для высказывания своих взглядов. Когда Виктор Шенис стал депутатом, он активно участвовал в разработке и написании российской конституции и избирательного законодательства, позднее, уже, понятное дело, без его участия, Искорюженова. Один из отцов-основателей партии «Яблоко», который верен и по сей день. Таких, как Виктор Леонидович Шенис, вытеснили из официальной политики. На трибуне Госдумы его давно не увидишь, зато увидишь на митингах протеста, на марше памяти Бориса Немцова, где он шел в общей колонии, несмотря на свои 84 года. Виктор Леонидович, ну ведь действительно принять участие в сочинении конституции – это такая, так сказать, роль, миссия историческая, можно сказать, наш российский Мэдисон. Ну, это преувеличение. Это преувеличение, но, тем не менее, имеющее под собой такое реальное основание. Мэдисон был коллективным. Да. Я частичка этого Мэдисона. Да, вы частица нашего российского Мэдисона. Другое дело, что, ну, в Америке конституция относится несколько по-иному, насколько я помню, за 200 с лишним лет 27 поправок сделано. Вы знаете, я очень люблю приводить такой параллель, когда заходит речь о нашей конституции. Я говорил, что первая поправка в американскую конституцию, а недавно, вернее, теперь уже не совсем недавно, несколько лет тому назад, в Вашингтоне открылся музей американской конституции. И вот первая поправка начинается словами. Конгресс не должен издавать законов, умоляющих свободу слова, свободу печати, свободу вероисповедания и так далее. Именно в этой форме не просто предоставляется там свободу печати, а Конгрессу запрещается издавать законы. И первая поправка содержательная к российской конституции. Президентский срок увеличен с 4 до 6 лет. Как говорится, комментарии излишни. Абсолютно все красноречиво сказано этим сопоставлением поправок. Ну, помимо этого, много чего в Вашей жизни было замечательного, интересного. Жизнь действительно очень насыщенная. Хотя Вы человек такой интеллигентный, скромный, на показ себя не выставляете. Но сегодня, когда мы будем говорить, мы коснемся нескольких, конечно, совершенно поразительных фактов Вашей биографии. На мой взгляд, поразительных. А начать бы я хотел с самого начала. Ведь Вы родились в Киеве, на Украине. Это сейчас все совершенно, опять же, так сказать, резонирует, звучит по-особому. С Киевом что-то связано, вот такое какое-то глубокое и важное для Вас? Друзья, которых я там обрел. Собственно, я уехал из Киева в эвакуацию 9 или 10, точно, не помню, июля 41-го года. Кажется, 10-го. После этого я в Киеве бывал только наездом. Но тоже, кстати, уже большой мальчик уехали. 10 лет Вам было почти, да? А друзья, которых я обрел уже потом, во время наездов, родственников там не осталось. Ну и город, конечно, прекрасный. Почему не осталось? В силу каких-то нормальных причин? Вы знаете, я уже, к сожалению, старый человек. Родственники были старше меня. Они уходили. Ну, то есть страшная участь многих киевлян, их миновало, я имею в виду, 41-й год и все прочее. Ну, во всяком случае, знакомых мне людей, людей, которых я знал, да, по счастью миновало. Хотя у меня были все шансы оказаться в Бабьем Геру, поскольку отец моей мамы очень тяжело болел. Долго тяжело болел, онкология. И он умер 15 июня 41-го года. Если бы он не ушел в мир иной, я не знаю, в теплушках, в которых мы уезжали, можно ли было бы его увезти? Ну, да, все бы, конечно, осложнилось. А мы помним эти страшные истории Баби Вера, сколько там действительно было таких вот больных людей, которых везли, несли на носилках и все прочее. Многие семьи, конечно, наверняка были из-за этого не смогли вовремя уехать. А его похоронили, я был в это время в пионерлагере, когда я приезжаю в Киев, мне иногда приходится идти в гости к моему другу, который живет, ну, сейчас это застроенная часть, тогда это была далекая окраина Киева. Киев, конечно, тоже очень красивый город, хотя сердцем я прикипел к Ленинграду. Все-таки к Ленинграду? Даже не к Москве? Нет, конечно, к Ленинграду. Сейчас уже на несколько лет я больше живу в Москве, чем в Ленинграде. Но все-таки, наверное, лучшие годы моей жизни прошли там. Лучшие годы нашей жизни, как известно, это молодость, да? Все прошло там. А почему, собственно говоря, из эвакуации семья в Ленинград уехала, а не вернулась в Киев? Потому что мы в эвакуации воссоединились с маминой сестрой, она из Ленинграда приехала на Урал, а мы на Урал приехали из Ташкента. Мы перемещались по стране. И когда она уезжала, мы уехали вместе с ней и уже зацепились за Ленинград, что тоже было непросто по разным бюрократическим причинам. Но, в общем, зацепились и остались там. И должен сказать, что я Ленинград полюбил буквально с самого первого дня, когда я там оказался очарован. Поговорим о Ленинграде обязательно. Я еще хотел тут, так сказать, эту вот киевскую тему немного разминать. Я почему еще спросил, почему из эвакуации вернулись не в Киев, а переехали в Ленинград, что, может быть, я подумал, вот это такая страшная тень Бабьего Яра как-то уже нависла над Киевом. Ну, о Бабьем Яре я узнал уже в эвакуации. Потом я, конечно, узнавал и узнавал многое. Но, по счастью, близкие мне люди эвакуировались из Киева. Но, опять же, еще немного об этом. Потому что эта тема тоже, вот я сказал, что, ну, естественно, Украина, Киев стала в силу известных причин такой важной темы, важной какой-то картиной, зрительной и все прочее. Поэтому каждый человек, связанный так или иначе с Украиной, это вот хочется немного эту тему немного развить. И вот в наших средствах массовой, хотел сказать, пропаганды информации, очень много в последнее время муссировалась вот эта вот тема украинского антисемитизма. И, в частности, она помогала как-то перетянуть вот русскоговорящее население Израиля. Именно в силу этих причин в большой своей массе оказалась поддерживающая Россию в конфликте с Украиной, российскую политику в этом направлении. Вам как-то приходилось с этим сталкиваться? Насколько это такой-то, так сказать, миф преувеличенный? Ну, вы знаете, во-первых, до эвакуации я вообще не знал, что я еврей, и не знал национальных различий. Я был мальчишкой, ну, ходил в школу, наверное, там были разные мальчики, девочки, русские, украинцы, евреи, еще кто-нибудь. Ну, вам, во всяком случае, вы никогда не чувствовали себя жертвой каких-то нападок. Потом, конечно, я не могу сказать, я читающий человек, я много читал об этом, но мне лично сталкиваться с этим не приходилось. И вот, когда я приезжаю в Киев, когда я общаюсь с моими друзьями, они разные, они русские, украинцы, украинцы в основном. Ну, естественно, этой проблемы между нами не существует. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, а теперь вот Ленинград, ИСТФАК Ленинградского университета. Вы знаете, простите, я хотел, если можно, ставить еще вот что-то. Вставляйте. Я эвакуировался еще сравнительно благополучно. Потому что Киев, как вы, наверное, помните, пал 21 сентября 41-го года. Мы уезжали в июле. И хотя я помню, что в семье люди очень волновались, мои старшие, мама, тетя, очень волновались, удастся, не удастся, где-то мы пристроились, к одной организации. Но, в общем, уезжали мы сравнительно комфортно, в теплушках, но они были оборудованы. Нам дали запас продовольствия на дорогу, который мы еще доедали, когда приехали на место. Я до сих пор поражаюсь счастливой судьбе моей жены, которая в это время жила в Белостоке, в которой немцы вошли как будто бы 23 июня. Да, примерно так и было. Ее отец был директором фабрики. И он вечером, 22 июня, отправил жену свою, родственницу, и девочку мою, жену, отправила из Белостока. Она видела по дороге горячий Минск. И было это далеко не так комфортно. Я вот очень благодарю судьбу за то, что она не осталась там. Судьба ее для вас и спасла, как выяснилось впоследствии. Да, господи, какие действительно... Как ценно, что это до сих пор все, в общем, помнится. А вы хорошо вообще детство помните? Да, да. С какого возраста вот вы себя так помните, осознаете? Ну, наверное, лет с пяти. Примерно тогда, когда я начал читать. А вы реально начали читать? Да, да, да. Вы были умный мальчик. Я любил читать. В доме была библиотека хорошая. А кто были родители, Виктор Ильич? Отец был военнослужащим. В 1938 году мы с ним расстались. Ах так. Ибо его... Я этого не знал. Штудировал вашу биографию, но я не знал этого. И больше не встретились? Нет, конечно. Нет, ну разные бывали чудеса. Кто-то и возвращался. Нет, нет, он не вернулся. Он получил 15 лет за участие в троцкистской контрреволюционной организации. Вот. Потом он на известном пароходе Джурма был переправлен из Владивостока в Магадан. Там он прожил все-таки два года. В 1941 году он погиб. По всей вероятности его убили. Когда вышел закон о леабилитации, я был в главной военной прокуратуре. Мне вынесли его дело. И я имел возможность ознакомиться с его судьбой. Потом я ездил в Магадан, проехал по этим местам. То есть это не Магадан, это километров 500 по Калымскому тракту. В деле было указано кладбище, на котором он похоронен. Но кладбище это не сохранилось. Ну, понятно. Кстати, мы жили тогда в городе, который назывался Стали, Донецк. Донецк, конечно. Ну, а потом мама со мной уехала в Киев, вернулась. Она была киевлянкой. И уезжали мы из Киева. Понятно. Ну, а теперь ваш любимый Ленинград и Ленинградский университет. Вы поступили на ИСТФАК. Вот мне хотелось вас спросить. Вы поступили на ИСТФАК таким вполне убежденным марксистом-ленинцем? Да, конечно. То есть так. И получилось ведь так, что вы поступили еще, так сказать, при жизни Сталина, а заканчивали вы ИСТФАК уже в год его смерти. И дальнейшее это уже было после его смерти. Это вот такой рубеж в вашем мировоззрении он и был? 1953 год или как? Вы знаете, это происходило постепенно. В общем, наверное, я не совсем соответствовал тому выпускнику идеологического факультета, который готовили на ИСТФАКе. Я был, наверное, не совсем таким студентом, какие нужны были. И поэтому в университете я прошел два персональных дела. Еще в университете, да? Еще в университете. На первом курсе я получил строгий выговор с занесением в учетную карточку за антипатриотическое выступление на диспуте. На диспуте идейно-вредное выступление на диспуте. А вредность этого выступления заключалась в том, что я привел стихотворение Пушкина к леветникам России как ложный патриотизм. Вот, поднял руку на выгонянии нашего классика. На нашем сего. Вот. Тогда меня выгнали из комсомольского бюро и нанесли выговор. А потом на четвертом курсе был выговор за другое, за противопоставление себя комсомольской организации. Ого! Причем меня даже тогда исключили из комсомола. И в течение года я подавал разного рода апелляции. И сначала горком комсомола отклонил апелляцию, потом в обкоме, так же, как и в горкоме, голоса раскололись полными сначала. Человек, который ввел заседание, секретарь обкома, сказал, ну вот, не знаю, что делать. И тогда один из членов обкома сказал, ладно, я передаю голос, пусть побудет в комсомоле. Ух ты, широкий жест. И он как в воду глядел, потому что я побыл в комсомоле. Недолго вы побыли. Недолго. И это, конечно, грандиозный факт вашей биографии, к которому мы сейчас подошли, о котором я хотел вас расспросить. Это 57-й год, вам 26 лет, и вы сочинили статью «Правда о Венгрии», критикующую разгром венгерского антисоветского народного восстания. Ну, это же совершенно поразительный факт. В Советском Союзе нет еще никакого диссидентского движения, правозащитного движения. Нет сам издата. Все эти, так сказать, все эти такие начинания, тенденции, они, как считается, они, в общем, во второй половине 60-х годов только возьмут свое начало. Откуда, как говорится, что взялось? И кто вас надоумил? Как вам в голову пришло такое сочинить? Нет, ну, видите, во-первых, я однажды выступал в Горбачев фонде, где обсуждали в 60-е годы. И мой доклад назывался, он потом был опубликован, 60-е начались в 50-х. Поэтому, вообще говоря, это, конечно, несколько смещенное представление, что в 50-х годах еще ничего не было. И что-то было, как мы видим. Что-то уже было. Первый ласточек, как известно, весны не делает. Была компания, была группа моих друзей, которая занялась сначала изучением истории партии. Вот. Я помню, мы... Но под таким критическим микроскопом. Конечно. Хотя надо сказать, что мы тогда, наверное, все были ленинцами. И вот это мое произведение, за которое меня выгоняли из комсомола, имело, в частности, такой оттенок. Ленин бы так не поступил. Теперь-то я знаю еще, как бы поступил, если мог бы. Ну, у нас и перестройка ведь началась под лозунгами возвращения к ленинским нормам. Это все было совершенно естественно. Вот. Но, в общем, к 56-му году я уже вполне перешел на какие-то критические позиции. Вполне критические. И 20-й съезд не был для меня откровением. Да, даже так. Я помню, что мы тогда узнали и пересказывали друг другу не очень приличный анекдот, который мы использовали для того, чтобы охарактеризовать наше отношение к докладу Хручева. Анекдот, я не буду его пересказывать, он заканчивается словами. И это мальчик все, на что способный. Потом вы мне расскажете его полностью. когда закончим запись передачи. Вик Леонидович, ну, вы за это получили действительно по полной. Вас исключили из комсомола. Выгнали из аспирантуры. Выгнали из аспирантуры. Скажите мне, а вы таких последствий ожидали? Или, может быть, вообще думали, что никакого, так сказать, преступления, естественно, в кавычках, вы не совершаете? Нет, нет. Я, конечно, представлял, что вообще я поступаю не так, как полагается советским гражданам поступать. Но я в то время считал, что идет, поднимается волна отхода от соленизма. И дальше события будут развиваться в этом ключе. Но я понимал, что я, вернее, как я себе тогда представлял, несколько забегаю вперед. единственный экземпляр моего опуса сохранился только в архивах госбезопасности. Уже будучи... А сколько их всего было, экземпляров? Ну, их было пять, шесть, семь, я не помню. Один машинописный как бы такой набор, видимо, да? Я печатал на очень тонкой бумаге. Ну, конечно. Вот. Я уже был депутатом. Со мной очень вежливо и даже предупредительно разговаривали... Это когда вы пришли ознакомиться, да? Когда я пришел ознакомиться. очень вежливо и предупредительно разговаривали. И, значит, по какому-то положению, я не знаю точно по какому, в законе этого нет, мне должны были вернуть то, что они у меня забрали. И работник архива госбезопасности спросил. Он расшил дело сбрушированное вынув эти страницы и спросил, вы не будете возражать, если мы сделаем копию? Я, конечно, не возражал. Вот. И я получил этот экземпляр, который я имел возможность вам показать. Грандиозно. Виктор Леонидович, ну, а теперь уже, так сказать, годы более близкие к современности, я вот что, хочу сделать такое наблюдение. Вы с виду человек такой абсолютно классического такого интеллигентского облика, спокойный, рассудительный. но меня поражает такой контраст, противоречие между формой и содержанием. Потому что по существу ваших поступков, ну, я вас расспрашивал об этой совершенно беспрецедентной, на мой взгляд, значит, выходке вашей политической выступлении против советского вторжения в Венгрию, подавления, венгерского восстания, а уже в более близкие к нам времена, это вы, как инициатор той бучи, которая была затеяна в Академии, один из инициаторов той бучи, которая была затеяна в Академии наук в 89-м году, если я не ошибаюсь, да, по поводу выборов народных депутатов, когда вы опрокинули такой, так сказать, значит, спущенный сверху план выбора без выборов народных депутатов от Академии наук, и благодаря этому, благодаря этому перевороту, который вами был осуществлен, депутатом стал Андрей Мичсахаров, впервые, в первый и в последний раз, к сожалению, получивший в своей жизни общественную трибуну, большую, ну, и многие другие хорошие люди, вот вы мне скажите, этот ваш такой гражданский активизм, совершенно беспрецедентный для сталинских и послесталинских времен, беспрецедентный все равно для вот этого вот начала событий, которые привели к полной смене политической системы в России, Советском Союзе, Советском Союзе России, это результат чего? Какого-то вашего такого, так сказать, может быть, комплекса вождизма, а может быть, жажды такой справедливости? Вы знаете, нет, конечно, вождизма у меня никогда не было. Ну, это так, провокационно вас спрашивали. Я понимаю, я стремился всегда работать в команде и всегда знал свою слабость в организационной части, в организаторской работе. Когда произошли первые выборы на конференции, академии, не конференции, еще не выборы, выдвижения на расширенном президиуме Академии наук, видите, ведь не было тогда, не спускались точно вот такие-то кандидатуры, как в советские времена, вот выберите таких-то. Но расширенный президиум Академии наук преобладали консервативные люди. И Сахарова они забаллотировали, забаллотировали других выдающихся людей. И это вызвало возмущение в институтах Академии наук. Люди из инициативной группы расклеивали, приходили в институты и расклеивали объявления 2 февраля состоится митинг у здания президиума вот по поводу выборов в Академии наук. Вот на этом митинге я присоединился к инициативной группе. Я не был организатором митинга, но у себя в институте я выступал там на собраниях и прочее. Ну и сыграли вы очень активную роль в результате. Сыграли очень активную роль. И понимаете, ведь в общем были и в президиуме люди, которые понимали вообще неприличие списка, который состоял только из начальников. Ну да. Абсолютное неприличие этого списка. Когда они выдвинули меньшее количество людей, прошли планку более половины голосов, нежели было дано Академии наук. никакого избирательного законодательства сурового тогда не было. И поэтому ЦИК, избирательная комиссия сама отняла пять мест и передала научным обществам. Ах так. Это я не помню. Осталось 20 мест. 20 мест и по-моему 20 кандидатов. Или немножко больше. Я сейчас не помню. И вот тогда инициативная группа обратилась к академическому сообществу. А голосовали не только академики. Академики и член коры каждый в личном качестве. А институты от 100 человек один выборщик. Меня избрали в нашем институте, поскольку я там был актив. Видите, сложная система, почти американская. Почти американская. Скажите, уже переходя к вашему участию в политике, к тому периоду, когда вы стали активно участвовать в политике, стали и народным депутатом и все такое прочее. Скажите, не считаете ли вы ошибкой, что не вы лично, но во всяком случае, что ставка демократами была сделана не на Горбачева, а на Ельцина? Вы знаете, я об этом и говорил, и писал даже. Конечно, не тогда, а много позже. Я думаю, что если бы была сделана ставка на Горбачева, то, возможно, развитие событий приобрело бы иной ход. Более правильный? Более правильный. Более правильный. Но, к сожалению, это было невозможно. Это было невозможно и потому, что народным героем был Ельцин. И наше избрание в народные депутаты в значительной степени было связано с тем, что мы заявляли себя сторонниками Ельцина. Ну да, Ельцин, конечно, шел как ледокол такой. Он шел как ледокол. Причем еще до нас, когда были выборы на союзный съезд Мурашов, Аркадий Мурашов, известный человек, выступавший на телевидении, зачитал письмо группы московских депутатов, которым они протестовали против гонений, которые обрушились на Ельцина в период избирательной кампании. И характерно, что все подписанты этого письма, все, или, может быть, за одним-двумя исключениями, были в своих округах избранные. Значит, это, во-первых, общее народное настроение. Во-вторых, позиция самого Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич менялся. Михаил Сергеевич 96-го года был уже другим, нежели Михаил Сергеевич 90-го года. Ну да. А тем более в начале нашего века. И как раз в это время происходил его такой консервативный сдвиг, когда он распустил, я забыл сейчас, как это называлось, но, в общем, был такой мозговой центр, формальный мозговой центр, в котором были... Какой совет, президентский совет, что-то в этом духе было. создал президентский совет вместо этого. А в президентском совете уже люди попадали по статусу. Там были министры и руководители каких-то подразделений и так далее. Все это окружение его, которое потом его предало благополучно. Да. Кстати сказать, ведь когда он стал организатором Горбачев фонда, то с ним оказались как раз люди из межрегиональной группы. Да, да. Те, с которыми у него не сложились отношения. Вот, наверное, если бы Горбачев проявил бы больше интереса, его цель была консолидировать всех, объединить всех, все за перестройку. Ну, давайте объединимся. Отсечем только самых крайних. А самые крайние были и с той, и с другой стороны. Поэтому это тоже было чрезвычайно трудно. Поэтому то, что произошло, к сожалению, наверное, другого варианта не было. Ну, я понимаю. Но я думаю, что если бы сложился блок демократов и Горбачева, то мы, вероятно, потерпели поражение. Но это не была бы катастрофа типа той, которая произошла на рубеже 20-го и 21-го века. Понимаю вас. Об этом мы еще поговорим. Я еще хочу спросить вас об одном вашем, так сказать, шаге, уже конкретном голосовании. Не считаете ли вы его ошибкой? Это вы голосовали за артификацию Беловежских соглашений. Как сегодня вы смотрите на этот ваш шаг? Вы знаете, да, да, знаю. Я, там было несколько пунктов голосований. В частности, был пункт о денонсации договора 22-го года. Я не голосовал. Я то ли вообще не голосовал, то ли воздержался. Кажется, вообще не голосовал. Но по основному документу я голосовал за. Я не считаю это ошибкой. Хотя я тогда говорил и писал, что распад СССР для меня и личная, и политическая трагедия. сейчас я так не думаю. Я думаю, что это должно было произойти. И хорошо, что это произошло в относительно спокойных формах, не кровавых, не так, как Югославия распадалась. Конечно, и не так джентменски, как Словакия и Чехия, но все-таки относительно мирно. И вот когда я гляжу на нынешние наши азиатские республики, и когда я представляю, понимаете, Прибалтика все равно бы ушла. Ну, это да, это было отрезано Игломыть, конечно. Это отрезано, да. Украина, это, конечно, тяжело было, но, понимаете, когда я смотрю на азиатские республики, и представляю, что в сегодняшнем государстве все эти байские режимы присутствовали бы. Я думаю, что еще тяжелее было бы, потому что это обременяло бы российскую демократию, и скажем, ну, сейчас мне трудно представить что-то хуже, чем наши органы исполнительные, законодательные и судебные власти. Трудно представить что-то еще хуже. Но думаю, что если бы там в Думе были бы представители от Каримова, от Алиева, от Назарбаева, к которому, кстати, тогда я хорошо относился. Но к нему тогда многие хорошо относились. Я помню его выступление блестящее совершенно. Еще на 27-м сгене. Конечно, конечно, конечно. Он производил очень хорошее впечатление тогда. Так вот, если бы эти люди там были, то я думаю, что ситуация была бы еще тяжелее. Ну, если только она может быть тяжелее. И вот теперь давайте поговорим немного именно о современной ситуации. Как я задам вопрос такой предельно общей форме, чтобы у вас была какая-то такая свобода, ответ на него. Как вы относитесь к тому, что происходит в стране сегодня? Куда она, на ваш взгляд, движется? Знаете, мне кажется, что человек, на котором остановил свой выбор Ельцин, не был абсолютно запрограммирован на то, что он делает сейчас. Я очень внимательно анализировал его выступление первой предвыборной президентской кампании. И я пытался показать, даже я напечатал это, что он был амбивалентен. Он сказал то, что должно было нравиться и западником, и славянофилом, почвенником, и, скажем, рыночником, и дирижистом, и националом, и унитаристом. Он каждому сказал то, что должно было понравиться. Мои друзья говорят, это была маскировка, это был камуфляж. Я не могу претендовать на то, что я влез в его мозг и все это точно знаю. Мне кажется так. Кроме того, мне казалось, что какие-то первые действия тоже были амбивалентны. Но чем дальше, тем больше его линия приобретала совершенно однозначное направление. И я не под всем вопросом я был согласен с Григорием Алексеевичем Явлевским, с другими лидерами Яблока. Но в этом вопросе, в отношении к власти, я полностью разделял то, что говорила Яблоко. Кстати, по мере того, как ужесточалась позиция нашего руководства, отношение Яблока тоже ужесточилась. Да, так оно и было. И сегодняшние документы Яблока справедливо характеризуют режим как авторитарный, как движущийся в общем к фашистскому государству. Я думаю, что это так. Я думаю, что примерно полтора-два года назад в этом более или менее плавном движении произошел скачок, качественный скачок. Связано это было с Украиной, потому что после Крыма, после Донбасса, после попыток создать Новороссию, расковыть Украину, я не вижу возможности тем людям, которые стоят во главе государства. Государство круто повернут в другую сторону. Боюсь, что они уже прошли точку невозврата. Это очень опасно. В нашем разговоре появилось упоминание партии, которой вы принадлежите одним из таких крупных, ярких фигур, которой вы являетесь, это Яблоко. Вот Яблоко часто упрекают в том, что Яблоко занимается таким чистоплюйством, не хочет объединяться с другими демократическими силами, ведет какую-то такую свою собственную сепаратистскую линию в демократическом движении. Вы склонны как-то, так сказать, в той или иной степени соглашаться с такого рода упреками? Вы очень хорошо поставили вопрос в той или иной степени. Да, в той или иной степени я склонен соглашаться с этим, хотя я вижу последовательность и логику моих товарищей. Я уважаю их позицию. Я считаю, что в этом разъединении демократических сил повинны не только яблоко, но и другая сторона. Вот. Но в особенности теперь, когда ситуация резко ухудшилась, я полагаю, что настало время, я об этом писал еще лет семь назад, перевернуть страницу и начать с чистого листа. Да, яблоко иначе смотрит на реформы 90-х годов. Яблоко иначе оценивает целый ряд других позиций демократов. Но сегодня самое главное это остановить сползание к катастрофе. И поэтому я думаю, что разбираться, кто был прав и кто был неправ в 93-м, в 96-м году, в начале 2000-х, это потом можно разобраться. ученые наверное получат документы, они в основном опубликованы, проанализируют факты, но это не проблема сегодняшнего дня. Проблема сегодняшнего дня остановить сползание катастрофы. Понимаю вас, но тогда еще один задам вопрос. Вот вам, как такому демократу до мозга костей, человеку, который действительно никогда своим демократическим принципом и идеалом не изменил, в угоду никакой конъюнтуре, в угоду никакой карьере, вы в этом смысле действительно такой кристально чистый и последовательный человек, это не примите это за комплименты, это простая констатация факта. А вообще в России нужна демократия. Приживется ли когда-нибудь она в России? то есть, вот, такая примитивная постановка вопроса. Не получается ли по той самой знаменитой мысли Монтескье, перефразированной впоследствии, что каждый народ заслуживает той власти, того политического режима, которого он достоин, вот так вот, получает ту власть, которую он достоин? Я не могу сказать, что это такого рода утверждения не имеют под собой никакой почвы. Имеют. Но знаете, я воспитан на русской литературе. Для меня Россия это прежде всего русские мыслители. Я плохо знал идеалистическую философию, сейчас я немножко, но для меня вообще, говоря, лицо России это если хотите Пушкинс, которого я критиковал, обличал за критиков, Россия еще, конечно, правильно критиковал. Я еще тогда не знал, что некоторые друзья Пушкина его критиковали за эти стихи, тот же Вяземский и другие. Вот, для меня Россия это Белинский, Герцин, Чехов, советские писатели, советские русские писатели, Булгаков, Пастернак. Я считаю, что страна, которая рождала таких гениев, заслуживает лучшую участь. Согласен с вами. И мне бы хотелось, ну, сейчас уже много лет прошло и не знаю, сумею ли я увидеть, но в общем я всегда старался какой-то камеш положить вот на эту чашу весов. У меня напоследок буквально два таких лично уже к вам не вообще так сказать о судьбах России обращенных вопроса. Какой час, момент, период вашей жизни вы считаете таким звездным, что ли? Вот звездные минуты вашей жизни? Два звездных часа. Если хронологически, то сначала это рубеж 60-70-х годов, когда я кончил все-таки аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и получил возможность общения со студентами в Ленинградском университете. Вот это было для меня очень важно. Отношение со студентами и возможность говорить многое. Я думаю, что не случайно Романов, тогдашний член политбюро, помните, кандидат еще член политбюро и главным соперником Горбачева, сказал, что пока такие люди будут преподавать в университете, мы не сумеем коммунистическое воспитание студенчества. Но для меня это окончилось все-таки сравнительно благополучно. Люди, которые ко мне хорошо относились, перетащили меня в Москву. Вот. Это первый. И второй, конечно, это рубеж 80-х и 90-х. Это перестройка и постперестройка. примерно до 93-го года. Когда я еще не понял, что все развернулось в другую сторону, вот этот второй звезд начался. И последнее, что я хотел сказать. Вы счастливый человек? Вы знаете, мне однозначно трудно сказать. Я думаю, что судьба в целом была ко мне в общем благосклонна. В целом. Один мой хороший товарищ в Ленинграде, ныне тоже покойный, когда разворачивалось дело о советской буржуазии, за которое меня выгоняли в 70-х годах, говорил, что не расстраивайся. Вообще все-таки события развиваются по-среднему. Не по-самому хорошему, не по-самому плохому. Я думаю, что в моей жизни они, конечно, не по-самому крайним, но достаточно крайним. А в целом, если усреднить какие-то провалы и какие-то успехи, наверное, среднее получалось. Если усреднить. Вот думаю, что это важно. Ну, кроме того, у меня была очень хорошая была и есть личная жизнь. Я очень люблю свою жену. Немножко. В общем, грех мне жаловаться на свою судьбу, но, в общем, неудовлетворенность. с собой у меня почти всегда присутствовала. Я распонял. Я распонял. Вы знаете, очень смешно. Недавно меня пригласили мои армянские друзья на встречу с делегацией из Нагорного Карабаха, куда я имею честь и удовольствие довольно часто ездить в качестве наблюдателя на выборах и так далее. Происходило это в агентстве. И не имеете возможности ездить в Азербайджан в связи с этим, я уверен. Да, конечно. Конечно. Я косвенным образом, я не пробовал, но, в общем, поскольку я на территорию, которую Азербайджан считает своей, без азербайджанской санкции и, следовательно, я персон нон грань. Ну, это я переживу. Понимаете, вот была встреча в агентстве Реглум. Знаете, такой агент. Я почти ничего про него не знаю. Там лежали книги, разного рода книги. Наверное, если бы это было бы, ну, по крайней мере, лет пять, во всяком случае, десять лет тому назад, я бы ушел нагруженный книгами. Их можно было брать. Меня дома завал книг. Я представляю. Я с трудом недавно как-то разобрал эти штабеля. Я почти ничего не взял. Но в каком-то томе я прочел статью автора, толстый том, в котором, значит, автор рассказывал о том, как делалась Российская Конституция. Мне интересно было прочитать про себя. Значит, этот автор пишет, что вот Шейнис, он вообще похож внешне на меньшевика из советских фильмов. он был активным демократическим деятелем. Но потом он ушел в яблоко и сошел со сцены в частности потому, что он придумал избирательный закон благожелательный по отношению к партиям, тогда как партии в России нет и не будет. Вот примерно так написал этот автор. Ну что ж, наверное, в чем-то он прав. Задело вас это? Да нет. Нет, задело бы, если бы я был активным политиком. Сейчас все-таки я несколько в стороне. Скорее позабанило. Я вас понял. Замечательно, Викторович. Спасибо вам за эту чрезвычайно такую искреннюю живую и содержательную. Спасибо вам за возможность вот об этом поговорить. Спасибо. И каким-то образом обратиться к моим согражданам, по крайней мере к тем, кто смотрит и слушает «Свободу». Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Виктор Леонидович Шейнис, один из первых советских диссидентов, один из авторов Российской Конституции, человек, на всю жизнь сохранивший верность демократическим идеалам. И это, наверное, самая важная характеристика нашего гостя. С вами был Леонид Верихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова